Фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовал 15 января. В первых этапах комплексных соревнований приняли участие более 10 тысяч учащихся общеобразовательных и профессионально-технических образовательных учреждений Новосибирской области. По итогам этих этапов сформированы команды районов и муниципалитетов, которые собрались в нашем городе на пятый зимний фестиваль ГТО. Если говорить о Берске, то у вас все здорово, нам здесь нравится быть, здесь всегда все организовано на высшем уровне. Если говорить о движении ГТО, то за эти годы произошел у нас качественный скачок. Более сейчас, на сегодняшний день, более 150 тысяч человек в регионе уже приобщились к этому движению, 80 тысяч уже выполнили или приступили выполнять. И по итогам, еще раз хочу сказать, этого фестиваля проходит глубокий анализ того, что происходит в муниципальных образованиях среди обучающихся нашего региона. На торжественном открытии большого праздника юных любителей физкультуры и спорта на арене спортивного комплекса «Вега» выстроились 15 команд. Мы рады вас приветствовать на Берской Северной. Сегодня этот фестиваль создал ребят спортивных, уникальных, здоровых. Я думаю, что он позволит нам стать продолжителями культуры и их традиций исполнения в нашей стране. В каждой команде 4 юноши и 4 девушки. По нормативам ГТО все они относятся к пятой возрастной ступени, то есть 16-17 лет. Как подчеркивают организаторы, на данном фестивале нормативы не сдаются. Все ребята уже являются обладателями золотых значков ГТО. В ходе состязаний выявляется лучшая команда региона и самые сильные многоборцы ГТО. Можно показать себя на области, то есть мы в основном уже выступаем на районных соревнованиях, а тут выезжаем на областные и здесь многие... Посоревноваться можно с сильными соперниками. В победе не уверены, но в призывы войти можем. Ребята, составляющие сборную нашего города, к соперникам относятся с уважением. Но в своей победе, в своей подготовке и в спортивном духе полностью уверены. Соперники, я вам скажу, не из слабых, но я думаю, что наша берская команда, довольно сильная, и у нас есть все шансы на победу. И я думаю, даже больше, чем шансов. Чтобы достичь неких таких результатов, как вы и твоя команда, что нужно? Ну, я думаю, что чтобы достичь высоких результатов в спорте, нужно постоянно заниматься спортом, уделять этому много времени и также поставить цели и идти к ней. В течение двух дней молодые многоборцы будут состязаться в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастики, где для юношей предусмотрено подтягивание на высокой перекладине, а для девушек – отжимание в упоре лежа. Выяснят, кто дальше прыгает в длину и быстрее бегает на лыжах. О победителях пятого зимнего фестиваля ГТО станет известно в начале будущей недели. Продолжение следует...